ul 736 кто сейчас у экрана знатно так ахуе роман ну не ругайтесь своих роликах матом извини заяц ну реально не подумал сорян так вот кто сейчас знатно так офигел у экрана это не сон это действительно видео про ul 736 всем здорово мужики почему только мужики девушки дедушки бабушки сегодня мы с вами разберем достаточно интересный пулек который до этого обновления не пользовался популярностью от слова совсем почему на него резко повысился спрос и заслуживает ли он место в твоем ладауте ты узнаешь в этом видео приятного тебе просмотра внимание внимание рекламная интеграция activision заблокировали все способы оплаты и ты просто не знаешь как купить игровую валюту серёга со своим магазином сипи донат решит все твои проблемы нужны сипи пожалуйста нужно прокачка камуфляжей на твоем аккаунте пожалуйста серёга со своей команды даже индийский аккаунт для тебя может создать переходи по ссылке в закрепе его телеграм-канал и не бойся тратить свой на потому что ромчик плохого никогда не посоветую я раньше не особо много обращал внимание на этот ганг как я думаю большинство из вас но все чаще и чаще мне начали писать про этот пулек и преимущественно это делали пацаны из телеграма поэтому обязательно на него подпишись после чего я всерьез задумался о том чтобы сделать на него обзор помните я вам рассказывал про очень резко и загадочное исчезновение одана из обихода игроки его перестали ставить в ладаут просто потому что он пропал с пола это на самом деле уже определенная закономерность люди привыкают играть с пушками которые они могут залутать в начале катки и играют с ними до дропа а в свой ладаут уже на подсознательном уровне ставят тоже самое так вот с юл 736 произошла точно такая же ситуация как с оданом только его наоборот добавили в лук-пул и вы мои уважаемые подписчики пару раз его взяв руки поняли что это не такая уж и херовая штука чем же так привлекателен юл 736 темп стрельбы однозначно нет он по этому показателю проигрывает всем пулеметом тогда раз у него слабый темп стрельбы значит он обладает большим уроном увы и тут промах не могу сказать что урон у ел 736 плохой тут больше подойдет слово средний ну может у него большой боезапас вывозит юл к за счет своего потрясающего сохранения урона ведь у нее он не падает вообще это пулемет обладает только одним отрезком урона а это значит он будет дамажить на 100 метров точно так же как он дамажит в упоре именно поэтому многие поиграв с ним с пола очень удивились ведь ему абсолютно не нужны модули на ренджу он в стоке по сохранению урона абсолютно такой же как и сборки также этот пулек мне понравился в плане точности разброса пули него практически нету и они летят точно в цель если вы направили мушку значит зажимчик у вас полетит именно в эту точку не больше не меньше но для того чтобы точно стрелять вам нужно будет оседлать отдачу рисунок максимально простой всегда вверх только вот после примерно 10 патрона идет сильный рывок что может помешать вам хорошо зажать поначалу меня это очень раздражало но поиграв пару игр я уже привык к этому рывку и знал в какой момент мне нужно приложить больше усилий чтобы зажим не пошел по пиздец топ я же не матерюсь в итоге мы с вами имеем пулемет у которого не падает урон в обойме у него пока что 30 патронов он не имеет супер показателей урона и обладает слабой скорострельности как его реализовать в бою поначалу я пытался использовать его точно так же как и обычные пулеметы но уже через пару каток понял что такой геймплан юл кем не подходит если холгер или динго мы можем использовать что в упоре что и на среднюю дистанцию то вот с героем нашего выпуска такое не прокатит из-за низкого темпа стрельбы перестреливаться в клоус файте и на первых участках падения урона является для нас проблемой да вы однозначно можете убивать своих противников на такой дистанции и да у елки хорошая точность стрельбы от бедра но все же использовать ее до 20 метров это больше авантюра чем практичное применение самые соки она начинает показывать уже после 20-30 метров когда уши в и у других пуликов снижается урон тем самым увеличивается ттк а юелки хоть бы хмель потому что у нее этот самый урон и стоит на месте в этом плане она очень похожа на лк-24 только вот с этого пулемета можно стрелять и на 80 и на 100 метров без каких-либо проблем ттк для таких дистанций у него супер быстрый и в паре с какой-нибудь ппшка или дробовиком елка будет чувствовать себя прекрасно пробовал я и со снопой и и миксовать но как мне кажется пока не придумали снайпер саппорта лучше кик и 9 хотя у меня есть одна пушечка на примете и если ты хочешь чтобы я снял про нее видео напиши об этом в комментариях не зря я упоминал алкашку потому что этот пулик также как и она дает разнообразие и глоток свежего воздуха назвать елку метой наверное я не могу но при правильном использовании она может стать метой в ваших руках сборку я собрал на нее вот такую думаю сейчас многие удивлены что сегодня обошлось без прелюдий с модулями хотя чуть ясности внесу так как нам не нужна оранжа все свои ресурсы я направил на улучшение точности стрельбы в прицеле гашение отдачи и аим панча ну и про боезапас я конечно же не забыл в бою из перков подбирайте увел маг точный выстрел и бицуху для того чтобы было комфортнее зажимать ну что ж сегодня я познакомил тебя с замечательным пулеметом ul 736 рассказал как его нужно применять в бою и поделился своей сборочкой все свои задания на этот ролик я вроде бы выпал а вот тебе еще предстоит подписаться на канал если тут впервые прожать жирный мужской палец вверх написать в комментариях понравилось ли тебе это видео и мы обязательно с тобой скоро услышимся пока топ-10 самых грустных аниме смертей вот она перед вами коробка с карандашами первое место смерти ярика это была самая крутая тачка на районе не опущена а занижена не бита не кражет